Уже в 14-й раз Ульяновский областной дворец книги пригласил к себе издательства и типографии, издающие и книготорговые организации, полиграфистов и дизайнеров, индивидуальных авторов и писателей, всех представителей творческих профессий, связанных с книгой и чтением. В этом году, как вы заметили, мы стали демократичнее. Мы спустились из-под сводов нашего замечательного белокаменного зала дворянского собрания, для того, чтобы те, кто не увидел, не услышал, не прочитал наше объявление, нашу рекламу, не прошли мимо, обязательно зашли, обязательно посетили декаду Симбирской книги, нашли здесь свою книгу по душе и навсегда остались нашими читателями. Симбирская книга – это не только ярмарка издания, это еще и выставка-конкурс. Представленные книги будут оценены в таких номинациях, как «Лучшее научное издание» и «Лучшее полиграфическое исполнение», «Лучшее историко-краевическое издание» и «Лучшее историко-документальное», «Лучшее издание для детей и юношества» и многие другие. А главной интригой конкурса станет «Книга года-2016». То, что проект существует уже почти полтора десятка лет, наверное, говорит в первую очередь о том, что к нему существует такой живой, яркий интерес широкой аудитории. Это в первую очередь, конечно, читатели, я думаю, авторы тех книг, которые участвуют в этой выставке-ярмарке. Профессионального сообщества библиотекарей, издателя. 12 апреля гостем «Симбирской книги-2016» станет известный советский и российский поэт-песенник Игорь Кахановский. Творческая встреча с ним и презентация книги «Все не так, ребята», посвященной Владимиру Высоцкому, состоится в торжественном зале библиотеки. Алексей Матюнин, Олег Тоньшин, репортер 73.